Доброго времени суток Вот так вот Всем еще раз привет дорогие друзья Опять же ничего не меняется Меняются только команды Набор героев остается одним и тем же Я надеюсь что совсем скоро выйдет патч Какой-нибудь с очень сильным Чейнджем баланса То есть Изменения работы опилок И так далее Потому что сейчас Тота Это как будто набор из 30 Наверное карт Которые выкладывают люди И если они играют примерно одинаково То выигрывают карты, а не игра Выиграет команда Экзакрэйшн Знаешь почему? Почему? Потому что они взяли спиритбрейкер Они взяли спиритбрейкер Подожди там еще может появиться Лина Не-не-не-не-не Спиритбрейкер просто слишком крут Ты просто ничего не понимаешь в доте А я все понимаю Спиритбрейкер очень крут просто Ты только можешь хускаров разных там На прогнозировать Которые в итоге оказывается не очень В смысле? Так я не говорю что он очень Я говорю что он неплох Но Не, ну он Так-то он неплох Так-то да Так-то тут и не поспоришь Он действительно неплох Нет Минус Блотсикер Смотри Лину забанили Квапу забанили У нас не будет ни Лины Ни Квапи в игре Это вообще Охренеть Да Можно ПКБ собирать Можно даже вот Винтер Виверна неплохо заходит Теперь потому что Физдэмэджей сейчас уже Из экрэйшн довольно таки много Но Магического нет Минус Даттл Давайте Антимейдж Фантом Лансер Ну здесь уже не появится Понятное дело А вот Айдиал Или Идеал Мне кажется это Айдиал 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 Или Айдил Ну походу Как Айфон Только Айдил Или Идеал Айдиал Ну то есть Мы будем их называть Как Айфон Айдил Вот все Айдил Айдил Как на Игил Как это похоже По дебильному Короче идеальные Все Это идеальный гигабайт Команда будет называться Все Взяли Баунти Хантера Виверну И прям вот Довольный собой Айдайнг Айдайнг у нас Приплывает В пик Команды Экзакрейшн Мне нравится этот герой Если он правильно использован Потому что вчера был у нас Один андайнг Он был плох Он был плох Но он был плох Потому что там он не заезжал А здесь Баунти Хантер Очень медленно тыкает Виверна Тоже очень медленно тыкает И там был пока Ломать некому Ну смотри сейчас Фантом Лансер И антимейдж Не фантом Лансер Кстати хороший пик Сейчас для Для Идеал Гигабайт Ну против герокоптера Не так крут Но все таки Ну вообще герой Ну в принципе Довольно неплох Ну что Где третий пик Где третий пик Забирайте уже сейкерри Чего вы тянете Все равно Все сведется к этому Пока что есть рома Еще и Баунти Хантер И Саппорт Виверна Шторм Спирит появляется Ну пока шторм это так Пока мы еще не открываем Полностью карты Шторм конечно отлично Отсутствие квапы Ага вот так вот Будет эсэф У нас медиа Окей Ну эсэф против шторма Ну шторма будет нормально Другое дело то что Есть спирит брейкер А если до шестого уровня Шторм спирита начнут Подгнабливать То ему очень трудно будет Что до появления шестого Эскейпится нечем Ну и ждем Времени Еще много У команды Айдил Айдил гигабайт Посмотрим что они выберут Ну керри они будут забирать Либо керри Либо саппорты Сейчас Может такого-то Рубика взять Который неплохо заходит Бу можно украсть Билдаун Весь по неплох Просто агрессировать Тогда будет нечем Но если агрессировать То нужен какой-то Леон Забирают оффлейнеры Это Клок Кстати хороший Оффлейнер редко мы его видим Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Потому что Потому что Баунтихантер Будет оффлейнером Но забыл что он же Сейчас только Роум ищий Разор в бане Дизраптор тоже Дизраптор гадкий саппорт Один из самых гадких саппортов Но он один из моих любимых Я очень люблю на нем играть У меня до недавних пор На нем был 100% винрейт Пока я с Витей в пабы не пошпилил Ты играл с нами в Дизрапторе? Да Так что не надо Там много народу было Не только Витя Ну да Там было много народу Согласен Виноват не Витя Вот если бы мы были вдвоем Я думаю мы бы нажарили бы Да Шашлычков Так шашлычками Стали наши поконы К сожалению Пятый пик Экзекрэйшн Что выберет Фокс Фокс, Бурден, Лео, Мик, Нандо И Примо Там ТНТ Ноки, Йо-2 Киуэйти Той Такие составы Слушай А что если герокоптера На Изи в соло Скаймейдж появляется Это реально походу Будет агрессивная трепла Все просто Как неожиданно Какой поворот событий Никто не ожидал Пика Фантом Ландера Абсолютно Это же невероятный Ход Мыслей И стратегические Навороты От команд Это просто невероятно Всего-то в 90% Игр появляется Если не в пике То в бане И наоборот Как это так И именно сейчас Дорогие зрители Вы можете увидеть Эксклюзивно Эксклюзивно Нигде более Итак Ждем герокоптера Ну вот он Герокоптер И тут же пауза Ну пауза Нормально Почему бы и нет Как бы да Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Давайте Давайте Поехали играть Доту Гол И смотри Сразу же ТП Сразу же ТП Ворды 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 Побезал Красавчик А вот почему Никто не делает Ответных ТП Просто лещи Ему спиритбрекер Полетает Разгоняется И убивает его И все И потом Представь так Если сделать Раз 10 подряд Никакая команда Против тебя Больше такой фигни Мутить не будет Другое дело То что если Никто туда не полетает Ты тратишь сотку на ТП А это такое себе Так что Может быть Передбрекер и прав У меня тут Идет общение В Твиттере с ребятами Которые говорят Что я хейчу НС Мне не надо хейтить НС За то что он пошел На телевидение А я пишу что Ребята как можно Не хейтить НС Который пошел на телевидение И подписался комментатором Ему просто Настолько стыдно Что он аналитик Что он на телевидении Где никто там Толком не знает Да он подписывается Комментатором Насколько стыдно Быть аналитиком Вообще Просто это А кстати Вот никто Про это не подумал Нормальный Нормального человека Аналитиком не назовут Вот вот Видишь Ему реально он подумал Такой сидел в студии Ну и говорит Блин подпишусь же аналитиком Все смеяться с меня будут Подпишусь лучше Гордо Комментатор А он даже в Твиттере Подписан комментатором Вот 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 Это просто все Так Рассказы Лирика Так Шторм Спиритн Разбегается на него Кстати Бычок И смотри Бежит бычок Бежит бычок Еще и Слоу залетает Проблемы могут быть Шторма Шторм врезает в него У нас братрум И это первая кровь Исполнение команды Экзакреэйшн Нанто забирает ее Ну Вопрос по поводу Винтер Виверна И почему на первом левеле Не был вкачан Клд Эмбрейс На самом деле Если ты не понял То это был огромный план Как отдать Баунти Руну Баунти Хантеру Они просто продали Шторма И в это время Баунти Хантер Спокойно зарабатывает По уровню То есть Шторм Ничего не потерял Он сейчас быстренько С ТП возвращается В миддл Продолжает Получать экспу Если кто не понял То я конечно же шучу Нет Не надо Ты не шутишь Ой смотри Смотри Баунти Хантер И вот он Его клиент Вот он Его клиент Бежит Да нафиг Ну неужели Грявол Отдать Уру Баунти Хантеру С банкой Привет Боже это было настолько очевидно Но СФ сейчас должен быть недоволен У него нет 3 минуты банки У команды нет 3 минуты курьера И Шторм Спирит Сейчас должен здесь Просто напросто Харасить Два игрока Уже снято Сюда Да Баунти Хантер дарит Очень много И сейчас своей команде И это Очень-очень-очень Даже не плохо Баунти Хантер здесь видно Его здесь видно Вот его здесь видно И вот теперь Надо скушать вард Оба вардами Ну скушал Да И надо ставить еще одну сентри Но у Баунти Хантера тоже есть еще одну сентри Так как он забрал Баунти Руну Он вообще миллионер Он еще и курс убил Да Он очень богат Он очень-очень богат И Баунти Хантер чувствует себя просто У великулепного На топе ТНТ На Фантом Лансере Пока стоит он неплохо Прямо на Спирит Брейкере Видим тоже не особо печалится У него есть манго И непростое Улучшенное манго У него есть зачарованные манго Да Они отличаются? Зачарованные манго Оно же очень крутое Это же просто зачарованные манго ДиКей Я думаю там там Ба будет Там Ба не будет На самом деле Лансеру Спирит Брейкером Бодаться очень трудно 6 армора И 700 хп Пробиваются очень трудно Как Лансер Дрищ в начале Вот да Проходит эти 17% Лансер теряет Где-то одну пятую хп Мы видели Как 17% Работают Три раза подряд И даже не три Ну иногда и больше Да Но я вот прям сейчас смотрел Он сделал Лансеру тычку Потом Крипу тычку добил И следующего еще башен добил Я думаю ну неплохо То есть Вот если Мартри Сделают Шансы крита Не 15 А 17% Я боюсь что Баланс Вдохе сильно изменится Представляешь Марту Который там 3-4 крита подряд Выписывает Не ну это слишком Это слишком То есть она же не У нее же не 17% Правильно Было Но тогда было бы конечно Ну ее 15 Мне целых 2% Не хватает А все на этих 2% И завязано Возможно Как себя чувствует СФ СФ 3 уровня У нее 1 пропольный Тангус Ну 9 крипов убил Что кстати довольно неплохо Его как бы не отправили домой Это уже круто И курица появляется Вот уже появилась Да И она уже летит То есть В принципе Какие-то огромные барыши С этой курицы Вынести не смогли Ну только денежки Да Заработали А в общем Все в принципе Получилось довольно неплохо Не ну непонятно Чего было бы Если бы этот боттл Оказался у СФ Оп Минус Точнее минус Гирокоптер Байклок Да Клокер просто убивает Гирокоптер А вместе они собственно С Бонтихантером Напали И вот Бонтихантер Кстати уже 3-й левел 1-1 становится Счет Первый фраг От команды Идеал Гигабайт Идеальный зарабатывает Первый фраг Ну вот Клокер кстати неплохо То что 4-й левел Слушай он получит Довольно быстро 6-й левел Там гирокоптер В соло Будет довольно тяжело Плють к клокерка стоять Клокерка качается Через батарейку И Ну это очень опасная тема То есть Он подбегает просто К гирокоптеру Тот включает бараш Тот включает батарейку И там вот Че Кунг-фу сильнее Уже на походу Надо разбираться Что он спирит Тем временем Приговарили Пока я смотрел На нижнюю линию И вот так вот Получается Выбегает Скайрос мейдж И вместе с сэфом Зарабатывает фраг На что спирит И в итоге Преимущество Которое должно было быть В меди Его мало того Что нету Да вообще Что он спирит Еще и умирает Гирыч 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 Ну больно Больно Очень делает Он конечно Бескриповый В итоге Слушай Наполучал Куд тут серьезно Вынужден стоять Коги Чтобы отбежать И Баунти хантер Тоже кульгает Уходит отсюда Нелегко взять его Скаймер Крэйс Да ладно Что вообще На разных линиях Какие-то Рандомные фраги Вообще происходят Ты ждешь их В одной точке карты Они происходят Совершенно в другой И Ну и уже 3-1 В пользу их Закрэйшн А зомби Вместе с Баратромом Зарабатывает Второй уже фраг На На этих Двух товарищей Два ассиста Спиритбрейкера В меди Врывная сэфа Баунти хантер Очень битый Да какой врыв Баунти хантер На полтора кайла Ну да Типа Лезь не стоит Я вообще не понимаю Чего он пришел Он скушал вард Он скушал вард И очень серьезно Сейчас отхилиться За счет того Что он скушал вард Все таки Не маны нет Ну это проблема Надо все равно Надо все равно Бежать на базу Мы видим кстати Что и Ондаинг И Баратрум Отправились на базу Пешком регенец Поэтому на топе Немножечко свободы Побольше Получит фантом лайнер Хотя и так У него все В принципе прилично 24 25 крипов убитых Так что Ну более-менее Да интересное начало Начало Экшеновое Да вот CTN Я не знаю Вот этот гирокоптер На изилейне В соло Это очень такой Рисковый Интересный шаг Потому что Его могли здесь И пригнобить Пока что У него только Одна смерть есть Ничего страшного У него появился Клдаун Не так уж Но его сейчас Надо убивать Его сейчас надо убивать Но правда Вот так вот Ох как Вот Ой-ой-ой-ой-ой Клдаун И вот это минус Вот это вот Сейчас очень хорошо Для Бурдена Прям просто Шикарно Все для него Получилось Вау Классно отыграл Да вот это Центри Вард Который стоял И спалил Баунти Хантера Который пришел БХ сейчас пригноблен Третий уровень С половиной На седьмой минуте Он не знает Ему получать Экспириенс Он резнулся У него свитка ТП Нету Приходится опять Как все хорошо Для него началось А в итоге Как все плохо Получается И у Шторма Дела идут Нехорошо И на топе В принципе Можно поджимать Вот смотри Поджимают Они этого Фантом Лансера То есть У Экзекрейшн Более-менее Все круто Получается Да И Верна Тоже третьего уровня Пошли бодаться Пошел Дикей Можно разогнаться Не он Заивейдит Все это дело Он заивейдил Зомби палит Настоящего Разгон В Верну С ДД Конечно Зомбак Тут есть еще И у нас Скайросмейдж Клокверк Хороший хокшот Скайросмейдж Может закрыть Получает сайленс Очень долго думал С ДД Зомбак нарезает Подхиливается до конца Зомбак все-таки умрет сейчас Да И Клокверк Разогнались Клоквер по-прежнему жив Клоквер по-прежнему жив Клоквер по-прежнему жив Клоквер Боже Сколько же дэмджи Писывает этот Клокверк И он выживает В итоге Ух ты ж ешь Как ты код Работали в Вернеке Не было ни одного крипа Братрум не мог сделать Ни единой тычки Скаймак С руки Ничего практически Не наносит 56 дэмэдж У Клок Там есть какой-то армор Он там Попытался сплэп кастовать Что наполнило стики Клока Клок отожжался стиками В итоге Клок идеально сюда вписался Проблема была то Что так и не зафокусили Ни один таргет Сначала разогнались В Верну Побили ее немного Потом прилетел Клок Решили давайте его убьем И В итоге Тамба была поставлена Вот тут А на файте Вообще не поучаствовала Она породила Одного забега Который побежал за Ланцером Если бы все это время В файте стояла тамба Они бы его выиграли Без проблем Клок бы сразу сдох Как только прилетел Потому что хп не было На баунти хантер Абаратрум Колдаун Минус баунти хантер Баунти хантера Продолжает избивать Ну То что четвертый левел Есть на восьмой минуте Это уже более-менее Бывало и похуже Да Но то что избивает Это плохо Ой как хорошо Сф-то отжал У шторма руну А почему шторм не летел на нее Ну боялся наверное Что его просто на койл поставится Но в итоге Ой клокверк Миссует хукшотом Кайлом попал конечно Сф Но 110 хп остается У шторм спирита Он уходит В живых Тут сразу же 2 тп Абаратрум здесь же Баратрум здесь же Клокверк дерется до конца Проблема огромная у Сфа Сфа забирают Тут же приближал У нас гирокоптер Пытается расстрелять Клокверка Клокверк живет Клокверк по-прежнему живет У Клокверка сейчас Откулдаунится Коги Клокверк ставит Коги Атакует гирокоптер Выживает Он еще минус 2 Делают ребята Из идеал гигабайт И все становится Прям очень круто Правила паба Встрелил дурак Продай дурака Да 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 То есть они рвутся В бой за этого Сфа Врываются на чужой хайграунд Под Т1 Где может быть куча сейф тп Что по сути и произошло И начинают там драться То есть Баратрум Которому оставалось Буквально 4 крипа До аплевела И получения ультимейта Он не стал этого делать Он пошел вписываться за Сфа Которого уже 100% Было не вытащить Ну в итоге продали обоих Да В итоге продали толку Еще гирокоптер На какой-то фиг Туда прилетел У которого ультимейт в коды И чем он мог помочь Двумя барагами Ну В общем Накосячили сами Смотри И опять-таки Баратрум бежит на топ Сейчас на Фантом Лансера А тут уже бригада народу И кстати можно было его ловить Копье залетает в Баратрум И Баратрум понимает Что Очень все опасно Виверна рядом Рядом тут же тусуется У нас Клоквер Который очень хочет Уже хукшотом Кого-то въехать Слишком много крипов И Под Тавр влетать На третью тамбу Тоже не особо желание Конечно имеется Но Подраться Айдел хотят Очень хотят А тут что в миде Миде Баунти Хантер Личит Экспу Хочет шестой Хочет трек Хочет что-то Он получит скоро Свой трек Если не начнет просто ходить А действительно где-то Подкачается Битвозорну будет Клок Клок Хукшот Баунти Руну забирает СФ зажат Получает сейчас копье Выстрел от Виверны Минус СФ И нужна тебе была Эта руна Дружище Ну видимо Да Захотелось ему руну В итоге Вторая смерть СФ И клокверк 2.05 Этот клокверк Со сложной Оказывается просто Супер проблемой сейчас Ну я бы не назвал Эту линию сложной Потому что там стоял Один гирокоптер Ну типа да Стоит соло против гирочи Это Лейн 1 на 1 Шторм На Скайросмага Сайлент Скайросмаг успевает И кстати Шторма за счет этого Можно забрать Но тут рядом Баунти Хантер И Отбегает Шторма Сколько денег Они тратят Гирокоптер смещается В мидл Ладно Он здесь хотя бы еще Подфармит Потому что он летел На подсейф Этого Спирит Брейкера Я вообще не понимаю Чего творят Закистены То есть тут Не ясно Кто из них Профессиональная Команда А кто не Гиперспортсмен Ну Обе эти команды В принципе Профессиональные У нас же Идеал Гигабайт Спонсоры есть Ребят Все нормально Как бы Да Экзекрейшн Старые ребята Давно уже играют Составы несколько раз Сменяли Ну в общем Эти команды равны Я думаю По игре Это понятно Это не повторение Там да Вчерашнего матча Фнатика Например Где Одна команда Была На голову Выше Да печальненько Все 8-5 В пользу Команды Идеал Бежит сюда У нас Братрум Далеко ли он Добежит Трек первый Есть За Сайленс Или потратили Сайленс Сейчас есть Курса Проблема Огромная Зомби Зомби Умирает Но Тамбу Успел поставить Тамба Слишком далеко Ее очень быстро убьют Клоквер хорошо отрезает Сейчас Скайросмага Но на 2 кайла Клоквер тут же умирает Скайросмаг по-прежнему жив Трек на него Треков очень много Скайросмаг тоже погибает Это уже второй фраг под треками Трек еще один на СФ СФ тут же избивает Трек также висит на гирокоптере Проблемы огромные Сейчас у команды Экзекрейшн Умирает также СФ Гирокоптер едва живой Остается здесь у нас Братрум Тоже под треками Это 4 фрага под треками В размен на одного Тычка долетит 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 Или он отрегенится пока бежит Нет 9 хп Мало-мало Тычка за ним В нейтралов выбежать Регенится 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 Живи Выжил Хорош 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 Прямо ушел В любом случае 2000 голды И 1000 эксп 3 трек фрага Вот так вот БХ 1000 на руки сразу получает Мы надеемся что это не будет Форстаф сейчас А потом догон Да Это мне кажется Вчера если он стрим смотрел То все должно быть нормально Не он вменяемый Он покупает просто Чейнмейл Рецепт на бак А кстати Братрум погиб Подожди А с чего Братрум погиб Уж убился сам В Уклокверк ракетой достал И Уклокверк достал ракетой И вот здесь вот Как он его здесь достал Как Братрум вообще сюда пошел Почему сюда пошел Что-то было Бежал домой Ну ладно Че по прямой Да пойди ты по лесам Ладно Клокверк конечно шарит На чуваке трек же висел Тебя же видно У тебя 20 хп Против тебя Клокверк играет Братан Мансуй Мансуй Бегай Тусуйся Не стой на месте Там он эсэфа нашли Нашли эсэфа Цепанули Пошло копье Братрум Братрум пытается драться Кстати это неплохо Это очень даже неплохо Тут можно жить И Братрум еще и ультует У нас фантом лансера Копье Братрум будет ли баш Не будет баша Есть трек Есть слоу Штом спирит Ворвался Получает тут же слоу Уворачивается от него А почему бы не побить Боже Что происходит Просто Так Мистик флэр Сбрилли Клокверк Боже Боже Какой трэш происходит Клокверк зацепил нас Братрума Колдаун Колдаун Пошел сейчас Абсолютно в никуда Тут же у нас Пытается эсэф Развалить Клокверка Шторм убегает Все убегают Братрум разгоняется На Клокверка Коги надо ставить Коги 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 Хорошо Но пробегая через Коги Выталкивает его В Когах Остается И Клокверк Погибает Здесь Минус 2 Так и сделали Я не знаю Что за конвейер сейчас был Баунт хантер Даже не стал в это дело Вписываться Он продолжил фармить Крипов на топе То есть Экшен сместился Куда-то на руну Да ну нафиг надо Разгон на шторм спирит Шторм спирит Пытается добраться До руны инвиза Просветки А так подзреваю Братрум Есть просветка Лол Врезается Он не понял Что произошло Он просто не понял Что произошло Он бежал на шторм спирит И который при нем Забрал руну инвиза Что произошло Врыв Так Ценю эту корову Бешеная Да корова кстати хороша Я очень ценю Вот этот первый пик Мне нравится Когда вот такой текшен Извини у нас 20 фрагов За 14 минут По деньгам Минимум 4000 даже Вели Айдел Гигабайт Он сейчас до 2000 Вернул это преимущество Ох Как вверх Не попадает Прыгал уже И был готов Закрывать Стоять в коге Но мы видим Не попал он по Сфу И не смог его Спадать 15 минут игры Знамен Да 20 фрагов Больше одного фрага В минуту Есть преимущество Небольшое Айдел Это 2500 По золоту По экспириенсу Они всего Тыщенку выигрывают Ну Самая малость По экспириенсу Гирокоптер Аквилобарабаны Ну Доколокоптер Типичный Ну Нормальный Человеческий Гирокоптер Все окей Обычно Больше дешевых Артефактов Примо Давай Спиритбрейкер Ты весь экшен Наводишь на этой карте Даже когда он не нужен Гирокоптер Не дают особо много фарма У Шадоу Финда Есть мека Тут до меки Еще немножко Баунтихантеру Рецепт Как минимум Собираются подраться Медля Медля Пошли треки Верно Так Опять побежал Побежал у нас Баратрум Куда-то Куда бежит Баратрум Он в лансера бежит Просто выслежит И кстати Будут пытаться его убить Просветка то есть Если лансер вдруг Куда-то будет далеко Прятаться Колдаун Остановят немножечко Нет Не засловили его Но есть ультимейт Бьют лансера Очень сильно Засловили Есть сайленс Мистик флэр Минус лансер Ну а там зомби Тем временем умер в миде Тамбу поставил Кстати тут проблемы Курса И надо бы побить Сэфа немножечко Нет Сэфа бить не хотят Пытается уйти Клакверк Он погибает Шторм пытается улететь У него маломаны Тоже погибает Сейчас шторм Нет шторм Да ладно 40 кп остается Проблема огромная Здесь также Винтер Виверна Ее расстреливает Прибежал сюда Баратрум И минус 3 Да Причем как-то наизе Вообще Я не понимаю Почему никто не попытался Даже подсейвить лансера Потому что он уже добежал До Т1 Который стоит И если хотя бы Виверна туда полетела То его наверняка Бы подсейвили Ну и либо кто угодно Тот же шторм спирит Но стоит обратить внимание То что ни у кого ТП нет Вообще Кроме того лансера Которого убивали Вот и верно Сейчас купила Ну Печально это все Ну что Тавр Мы видим Бьют Экзакрэйшн А его и снесут Ну есть ТП Ну ТП на Т1 Нет Поздновато конечно Прилетели сюда Может быть хоть драться Виверна летела Боже Вот это было бы крутой ТП Убийца Убийца Да просто суперубийца Изничтожитель И стоит отметить Что лансер играет Честь точно такой же запак И гирокоптер Это аквилы барабаны То есть никакой спешки К быстрым диффузам Там и так далее Которые здесь кстати Очень сильно бы помогли Что скаймэк Бусыпался моментально Да и баратром Наверное бы не ультовал Так как монопул У него очень маленький А диффуза выжигают неплохо Ну что же На топ выдвигается У нас зомбак Зомбак кстати Вот я говорил Что зомбак Очень хороший герой Если он полезный Если он очень четко действует В прошлой игре У нас был не самый полезный зомбак Ну вчера мы комментировали Да Сегодня Вот этот зомбак Тоже Скажем откровенно Не самый пока Полезный Полезностью Да 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 Ну вообще да Какие то там бы непонятные Постоянно Ну вот как то вот пока Пока у зомби не выходит Выполнять его полностью роль Которые обычно выполняют Под треками бегает Вся команда экзакрэйшн Четко видно их То есть братрум Свою работу Ой братрум Боунтихантер Свою работу делает Маны хватает Скоро появится Гардиан Гривс То есть он шарит И на топе сейчас будет врыв Или не будет Ну надо врываться сейчас На гирокоптера Почему бы и нет Тут боже Все под треками Ну 4 человека Команды экзакрэйшн И бежит братрум Бежит братрум Отменяет он чардж Сейчас будут еще треки Вот сейчас поставился Кстати в арт Если Боунтихантер Еще чуть-чуть Зайдет подальше Ну вот он кинул трек Дальше не пойдет Понимает он что Скорее всего там есть Какой-то вижен И подходить не так уж и надо Боже ну 4 трека Ну это просто шикарно Сейчас 3 трека точнее висит Ну долго они драться не будут У них ланцер на ботами И клок тоже в метле Ну то есть Слишком далеко тиммейты Поэтому эти треки Максимум могут напрягать Но как только сейчас Спалился в метле ланцера Тамба так побежали Надо драться Надо драться Сейчас в любом случае Слишком далеко зашел Братрум Тамба стоит тоже Слишком далеко Можно в принципе Сейчас тамбу отсюда развалить По таварам драться Будет довольно удобно Много треков Ну не хотят Не хотят Пл просто фармит мид А тут на топе пытается Отжать от тавара людей И это кстати получается Это кстати получается У айдиал Тамбу они сейчас развалят Тавр они отдефили И мы видим Врыва не получилось И все делают Тэп аут И вот так Неплохо Ну в итоге Выигрыши остаются Здесь ребята из отдела У них все это время Фармил ланцер На которого сейчас разгон Снова до пельгангом И выйдет Это ДТП скажем так С Братрумом Да И ланцер начинает разгоняться 12 левел У него 3-1-4 Ланцер мы видим Пока на 4 месте По нетворсу Но Это все временно Не ну ланцер Сейчас будет набирать быстро Потом он просто Начнет Участвовать в файтах Вот и все Что на топе На топе Тут экшен Пошел на вышку Ставит стампа Которую надо просто развалить Я считаю Рейнджовыми героями Что раз перед Отпрыгивает От него бежит Братрум Братрум Будет ли до конца Нет Снова отменяет Так как ты замучил Отменять Пытается выискивать Какие-то моменты Вот Перехвалили мы команды За огромное количество Экшена Мы видим Начали не играть Очень осторожно 20 минуты игры И одни и вторые Вот очень Кстати смотри Экзакрешен Отыграли все Даже вышли вперед По деньгам По эксперт Ровно в ноль Идут команды Ну вопрос Гирокоптер Что БКБ Окей Это можно Как-то оправдать Не БКБ это хорошо Как бы мы понимаем Ну а против кого Ты против шторма Ну типа да Там какой-то копье Не получить Еще там Ну шторм будет Истязать Понятное дело Что скаймагов Всяких С самого начала То есть он будет Врываться Убивать Скаймага Потом таргетом Станет Сэф наверное Братрум Будут оставлять Напоследок Ну Братрум Не такой уж и сильный Смотри Уцепанули Пол хп У него просто нету На ровном месте Он вынужден конечно Разбегаться Его тут же останавливают Курсой Ой просто блестяще Кстати Минус один Кстати минус зомби Сейчас тоже должно быть Мистик флэр залетает Клокер вытанковит Все это ему очень нужен Блэйдмейл В этой игре Ну кстати зомби Неужели не убили А почему шторм за ним Не полетел за толпу А он под сайленсом Не ну он В самом начале Он был не под сайленсом Он был не под сайленсом В самом начале Вот он блэйдмейл появляется Блэйдмейл делает Весьма успешно И палит мы видим стаки Ставит сюда вард Для того чтобы дальше Не стакали тут Для гирокоптера Будут знать Когда кто-то придет сюда фармить И в принципе Учитывая наличие Клокверка и шторма Можно очень хорошо ворваться И очень быстро сделать фраг Ну да так и есть Ланцер Добрался до дефузов Смещается на топ Здесь правда уже Блэйдмейл у него есть Вот появляется мек У баунтихантера Также есть арканы Здесь есть 100% Будут грифсы Ему нужно пару киллов Хотя бы получить Под треками Они сейчас видят гирокоптера На пару со штормспиритом Они могут разобраться Трать кэлдаун Ну и кстати ты смотри Это минус Причем очень быстрый И прибегает сюда Баратрум Совсем не в тему Дает просветку Баратрума тут сейчас будет кайтить И Баратрум тоже по трекам умрет сейчас Должен умирать Разгон через 6 секунд Тут же СФ Так Так Убили одного Клокверка Очень хорошо вошел Клокверк Блэйдмейл Тут же убивается Блэйдмейл Скоросмак у нас Ну и в принципе Очень неплохо все для Айдел Убили троих Да это практически готовые грифсы Смотри Просто за один файт 1200 он заработал Этот Балантихантер И сейчас он вынесет эти грифсы Шторм здесь поучаствовал Три зарядов Лотстоун заработал И опять же Выиграли время для Лансера Который в это время Уже спушивает мит Ну мне на данный момент Коется что у Айдел Ситуация в игре намного лучше То есть Лансер Действительно пол игры Бегает далеко от команды Играет 4 плюс 1 И это получается Что самое главное Лансер уже с диффузами Лансер выходит в Яшу И Все прелестно Шторм сперит Снова на него разгон У герокоптера появляется Блэкинбарт Его так быстро Разобрать не получится Хотя Если влететь Подцепить Штормом Ну успеет за счет БКБ Ну почему успеет Ну хотя пока он не жирный Так что да Сейчас еще попроще Это все делать Все таки у него Вообще кроме БКБ Это и барабанов Ничего не Ну 1500 хп Это уже достаточно Шторм СФ отцепанул Улетает отсюда Страшновато Немножечко шторму И правильно он делает 9 заряда на Блодстоуне есть Да и Лансер уже добрался до Яши И спушивает топ Ну вот забывают про него Пошли фармить Рошана Я думаю сейчас это дело Должно как-то Распознаться хотя бы Клоком Хотя Клок стоит Он готов врываться Тем более были треки Вот сейчас на Спирит Брейкере 100% знают положение Лансер не собирается смещаться Он прилетит если что Да То есть в этом огромный же плюс Просто шикарный плюс Фантом Лансер забирает уже Третий Т1 Тавер Все забирает он Самолично И мы видим что Ну Фантом Лансер Сейчас уже в драке Будет ну ой как неприятен Он будет серьезно И маны лишать Да просто избивать будет Как бы Это понятно Вылазка тем временем От Айдел Вниз на Гирыча Ну а ты пау Делает Гирокоптер И Шторм поздновато Прилетает сюда Я думаю что они довольны Сейчас Таким течением игры Скажем так У Айдел Все идеально Фармит Лансер Шестнадцатый уровень Сейчас получит Для него все очень круто Яша уже есть И у них всегда есть Треки Которые дают Вижен Можно быстро Вгрызаться Ага Не стал покупать грифсы Купил медальку Ну можно и так Ну что Шторм спирит У нас тем временем Пять Три Четыре Имеет стату Шторм Чпирит Шторм Чпирит Шторм Чпирит Да И начинает Четвером Ходить Айдел Они Проигрывают Они выигрывают Они выигрывают Четыре тысячи У них есть Фантом Лансер У них все Вообще Очень хорошо Проблема Единственная Это СФ СФ Купил Ультимейт Орб Себе будет делать Скади Хочет быть жирнее Это абсолютно Логично Это я думаю Абсолютно Верное решение Ну и на Рошана Ну их же спали Когда у нее есть Ману Лансер ему больше бьет Вот и их спалили Их спалили И боже боже Как же сейчас все Плохо будет для Экзекрэйшна Им надо уже уходить Отсюда Шторм Все видно Сейчас ребятам Из команды Идеал Все они знают Есть трек Уже первый на зомбака Ой 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 Почему они бьют Рошана Уходить отсюда Ну они хотят Его забрать А Клакверк Прекрасно все видит Он ворвется Вместе со Штормом В момент когда Рошан Будет уже почти убит И вот он Вот он Вот он Врывается Шторм Спирит Тут же Шэдуфин забрал Боже Шторм Спирит Не успел украсть Дракой идете Самая хорошая Шторм Спирита На хайграунд Затолкали Его тут же Избили Шторм погибает Поедется довольно быстро Клакверк зашел Тоже непонятно как Как провально дерутся Идеал Боже что за бред Где вообще была Вся остальная команда Где был Лансер Где был Болтихантер Он не дал Ни Тоса Ничего Я не знаю Они сейчас все поумирают Просто здесь Проблемы огромные Мы видим у Фантом Лансера Да он в Глимеркейпе уходит Который на него бросил Товарищ на Виверне Кстати Фантом Лансер На развороте Может кого-то-то убить Доппергангер в другую сторону И ну одного убил Шторм Спирит Вернулся Он появился уже Очень быстро Все-таки Тут все-таки есть еще Четыре героя В Сайленс Сбрасывает у нас С себя товарищ Шторм Полетел дальше Цепляет Гераконтера Пытается его избить Шторм Мансы Ну ты братан Не сумоил Все ты не сделаешь И Виверна тоже У нас сейчас погибнет Скорее всего СФ пытается отдать Аегис СФ отдает Аегис Виверна едва живая Зомби Виверну идет отсюда Ставится тамба Тамбу по-быстрому Пытаются спилить Тамба Подхилили Но он все погибнет СФ удали трек Батареечки Это килл под Треком еще один И не один Зомби поймали Зомби поймали Тоже трек на нем И зомби тоже должен погибать Убили Шторма Зомбака видно Надо за ним гнаться Ни в коем случае Нельзя здесь зомби отпускать Он никого не уходит Ну У него нет тэпаута Ну это да Это плохо Но Шторма не особо много Маны Если они его отпустят здесь Это будет конечно Жуткой ошибкой Клокверк с Хукшотом И вот он Клокверк с Хукшотом И привет Зомби Очередной фраг по трекам 4 килла сделали Ну и в итоге Отдали они конечно Аегис Отдали Арашана Но это все вышло В более хороший Даже разворот Лансер имеет 2000 на руках Не знаю Будет ли он собирать Сейчас монту Имеет ли смысл Наверное имеет Потому что все таки Сайландс есть у Скаймагера Который надо и выйдет Монта очень хороша И будет все нормально У него Заткнуть его не получится То статы он наберет Шторм спирит 15-10 зарядов Буллслоуни Опять же он Ничего не потерял После этого файта Даже приобрел Я бы сказал Клок Форестафф Чейнмейл Я не знаю Что он собирает Чейнмейл Что-то наверное Я задумал Гира После БКБ 2600 Лидит покупать Скорее всего Демонейдж Просто на дэмэдж Да? 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 Ну почему бы и нет Да? Так происходит Будет делать МКБ Потом Там Солар Крест Так понимаю Скорее всего Клокверка на подходе Ну а может быть И Кираса какая-то По будущему Кто его знает И тот и тот вариант В принципе Бит Право на жизнь Скажем так 30 минут игры Прошло уже И довольно весело Это у нас идет битва Немножко впереди IDL Ну уже не немножко Уже 6000 Даже больше 2000 экспы Но по прежнему Шансы у одной Второй команд По-моему Очень даже Сопоставимы и равны Фантом Лансер Конечно становится уже Сверх опасным Ну с другой стороны Гирокоптер Тоже выносит Хорошие артефакты Но хватит ли Этого Гирокоптера И его артефакта Для того чтобы Справляться с Вот этой ордой Фантом Лансера Ну мы очень скоро Узнаем Да на самом деле Лансер мне кажется Гораздо грознее Выглядит Хотя бы из-за того Что он Саппортов намного Быстрее истязает Вот какой-то Скаймак Когда видит Как на нее бежит Эта орда Он не знает Вообще что делать Его ментально Изничтожают Сейчас попытка будет В СФ Копьёки Ну смотри Привязались к СФ И тук-тук Ну иллюзии Ничего конечно не наносит Ну все равно Неприятно Что арм На фулману Просто на топ Пофармить Ну жестокий что Будет собирать БКБ Кстати Должен собирать БКБ У него есть юл Конечно для его Итсайланса Ну БКБ Да без БКБ Никуда мы видели Что сбрасывает Себя Сайланс Но все равно Очень много Разной гадости Заезжает Нет но Хекс Сначала наверное Все таки стоит БКБ Стоит быть все таки Живее Потому что он там Может наносить Дэмэджа в драке Невероятное количество Но ему надо Хотя бы чуть-чуть Дольше жить Бум Паунтихантер 1200 Покупает смог Значит хотят Коут экшена Есть вижен Сейчас может Кидать треки Пошли ракетки Кидает трек на СФ А что СФ такой БКБ Ну у него есть БКБ У него есть МЕКО 1600 За спиной вся команда То есть он не боится Пам-пам-пам Да тут мы видим Экзекрейшн Нагло играет Хотя ну нельзя Им так наглеть Явно нельзя У них ничего не остается Им надо играть нагло Потому что играя против ланцера Ты понимаешь Что это идет обратный отсчет Не гирокоптер с рапирой Конечно он разваливает Моментально Эти иллюзии ланцера Разлетаются С двух-трех Напасов Но я думаю что он не рискнет Собрать рапиру Это будет дефолтный МКБ С МКБ Конечно Пережить Флэк Гэннон Как-то и дальше Ну рапира возможно Только при одном варианте Что сейчас как-то зайдут на хайграунд Снесут какую-то одну сторону Либо полторы А идеал И тогда уже там особо Выбора не будет Но этого вряд ли Клок вверх врывается Тут же у нас моментально Шторм и оба уходят Блестяще Ой-ой-ой-ой Прилетел-то гирокоптер Нагловато Тот же трек получает гирокоптер Сразу копья Сразу бежит на него Толпа фантом-ланцеров Пол хп И всей маны уже нету Вот так вот Моментально И мы понимаем Шторм! Шторм! Да ладно Он его просто попытается убить Хватит ли дэмэджа Чтобы убить гирокоптера Гирокоптер вынужден включать БКБ Шторм! Шторм перенаглел На самом деле Под Хио СФ СФ Под БКБ Уходит Надо отсюда текать Смотря на то Что фуловый ланцер Он сейчас сможет Еще тут что-то поделать Он скорее всего Ничего делать не будет Потыкает немного СФ Выжгит ему маны Прожимается мека На самом деле Шторм Вот в момент Когда нажалась БКБ Ему надо было просто улетать То есть сразу улетать Не пытаться дотыкать С автоатаки А просто улететь Братрум бы побежал Получалось К его тиммейтам Где его приняли бы сразу Ну в итоге Шторм перенаглел Просто перенаглел Хотя надо было Отпускать этого геррокоптера Пусть бы ушел Регинилс И сносили бы за это время Т2 И уходили оттуда Победителями Ну что Шторм Спирит У нас 7.5.5 Имеет И делает он Сайленс себе Ну окей Зачем мне ясно Но делает Ну куда этот Орхид Против Скаймага Против Зомби Может быть Типа Да Против Скаймага Ну хрен его знает Потому что Скаймага Затыкает Сайленса Можно даже того же Братрума затыкать Клокверк В Братрума И будет ли помощь Залетает Бласт Хорошо В Блэйдмейл И Братрума Должны расстреливать По трекам Да Братрума Расстреляли Но проблема огромная Верная Она тоже умирает И ты посмотри Какой дэмош наносит У нас гирокоптера уже И это еще Без инкамера Гирокоптер бьет много Там просто никого Больше не было То есть тебе верно И Клок Ворвались Четырех типов Треком помог Баунтихантер Больше он ничего Не нажимал Абсолютно Он просто кинул туда трек Да они забрали Братруму под треком Это круто Появляется Солар Крест Это большой бонус Либо Для Фантом Лансера Как в Диффенс Либо если будет Вешаться на гирокоптера В атаке Потому что гирочи 18 армора Минус 10 моментально Изоляторов здесь Никаких нет Не знаю кстати Что собирает Клок Кираса бы не помешала И опять же Нет Владмира Вот нет Владмира Для Лансера Почему бы не собрать его В Баунтихантер Почему он сам не собрал Да В Баунтихантеру Кстати неплохо было бы Он собрал пока Солар Крест То есть В Баунтихантеру Это явно не претензия Хотя ему надо было Наверное сделать Гривсы Но Солар Крест есть То есть более-менее Не Он как бы собирает Сопортящий айтем И к нему трудно докопаться Но Владмира Нужен Фантом Лансеру Это и арморчик И лайфстил И атака Белая А так как Лансер У нас собирает Артефакты на ловкость У него вся атака Практически белая Если обратить внимание У него 184 плюс 3 И 15% От 184 Это очень даже неплохо Ну как бы да Это порядка 27 атаки Ну а кто Ну ему Ему надо собирать Хотя Клокверк Мог бы собрать И он А у него был Он продал Я так понимаю Второй Плейтмейл Чейнмейл То есть купил Пейнтбустер Хочет все-таки Сделать Аганим Ну да Тут я согласен Опять-таки Нету Владверса Касперюн Иж бы уже сгорел Или НС Шторм Врывается Очень больно Зомбаку И очень быстрый Минус зомби Но Ты посмотри Проблемы могут быть Сбрасывать себя Тут же Глимер И улетает Колдаун В Клокверк Отличные Коги Хукшот В своих Рокет залетит В Шторма Но слишком далеко Туда идти нельзя Ну и получается Просто килл зомбака Бесплатный Опять все это происходит Без Лансера Лансер пытается Собрать Скади У него хватает На два ультимейтор Точнее один уже есть Один Еще может купить Скади будет Вот-вот готова 20 секунд Бит зомби Попытаются реализовать Их на вышке 100% Ну ТСФ Просто выжигать Пошли Ну что Этого роличка Будет По чуть-чуть Проседать Тефить конечно Надо Зомби Сейчас появится То есть если будет драка То будет все В принципе хорошо Пошел барыш Разгон Вансер Ну за ивей Диджи Топпельгангом Это не проблема Ну да И перезбивать А теперь избивать БКБ И отгонять его Отсюда можно отойти Переждать БКБ И попытаться ворваться К локверку Не Не будут тут Передбрейкеры Блэйкингвар Такой себе развод На самом деле Да То что он потерял Одну секунду Это здорово Но По сути Его БКБ Нужно только для одного Это добежать Врезаться И сахистовать Ультимейт В один таргет Поэтому 5 секунд Ему будет хватать С головой Ну что 37 минута игры По деньгам IDL Ведут по прежнему В районе 7000 По XP 2000 То есть В принципе Со временем Вы понимаете Что это преимущество Нивелируется Но Вот сейчас Гирокоптер С МКБ Это уже намного Намного опаснее Еще появляется Солар Крест Терри у зомби И вот На второй команде Есть по Солар Кресту Падает Рошанчик Ну на этот раз Без такой Непонятной войны Ну конечно По Солар Крестом Тут его зарезают Просто моментально Как бы Бедный Рошан С минусовым армором Для него это не проблема Да Забрали у нас Рошана И Тут же Смоуки Неужели пойдут Куда-то вниз драться Не понимают Что там БКБ Но БКБ Это все меньше и меньше 7 секунд у Гирокоптера Ну пока 9 У Баратрума Но это У СФа сколько Кстати У СФа 8 Ну чем меньше БКБ Баратрума Шторм Цепанул Попытается ли его убить Будет ли БКБ Вот оно БКБ Колдаун Баратрум ультует В Клокверка Клокверк не включил Блэйдмейл Только сейчас включает Очень поздно он это сделал И надо уходить от тамбы Баратрум до конца Баратрум Минус Клокверк Шторм спирит едва живой Улетает все-таки отсюда Но это был какой-то глупый Врыв от Айдеала Если честно И наверное Виверну Наверное не убьют Но опасно Драка вообще была Очень проваливая Я не понимаю Зачем фокусить Баратрума То есть это Один из самых толстых Таркетов 1800 хп И 9 армора И зачем его фокусить То есть ну да У него имеется стан Еще один стан Хорошо Но если убить Того же Скаймага И зомби Польза намного больше У зомби 1300 хп У Скаймага 1100 То есть суммарно 2400 Армора У Скаймага 3 У зомби 19 Правда Зомби тут неплохо Что зомби Слово же креста Да зомби сильный Точнее не сильный А толстый Мощный Бронированный Бронепоезд 39 минута Скади появляется Фантом Лансера Теперь он становится Еще опаснее в драке Ну и теперь стоит ожидать Именно от него Участия в драках А не просто Где-то просиживание рядом Что пока в драках Толком Именно так Массовых Мы Фантом Лансера не видели Его нет там Мы его не видим Потому что его там нет Он в них просто не участвует Он даже не пытается Этого делать У него 4-1-7 Он имеет 11 Участий в киллах Из 24 возможных Это конечно почти 50% Но Как-то они незаметно сделаны Скажем так Тихий убийца Я бы сказал Потому что Драку действительно нет Но по статистике Он вроде как там присутствует 341 крип 40 минут Врыв от шторма Тут же БКБ Понятное дело Все нормально На БКБ разводят И 5 секунд уже осталось БКБ Минимально Но это самое главное То что это дает возможность Попушить То есть Зная то что Гирокоптер без БКБ Дефать вряд ли будет Ну то есть Навязывать драку 5 на 5 Ну конечно Он ничего не может сделать Он лопается моментально Как бы у него нету там Еще сатаника У него ничего нету Он жить вообще никак не сможет Поэтому Двушка забирается Что дальше Дальше будут чремить Я так понимаю Смотри Ланцерт Полторы тысячи Что будет собирать Барабаны Ноль зарядов Можно сливать По сути Необходимо собрать Тревела Чтобы освободить Лот Из-под ТП 100% Ну это потом То есть сейчас Наверное стоит выйти В Батерфляй А куда его собрать В Батерфляй Вместо Барабанов Просто не можешь бегать Без ТП Ну да Батерфляй А потом сделать Тревела Или сначала Сделать Тревела А потом Батерфляй Как бы да Если вспоминать Товарища Товарищей Ицдеков Там вообще Тревела первым артефактом Покупались Фантом Лансеру Так как бы Агрессиво Особо не печалился Кстати слушай Еще могут быть Шторм умрет Шторм умрет Ветра И улетит ли шторм Посмотрим шторм Нет Ну аегис Это плохо Если об сейчас По таймингу Успеет ультануть Нет Не успел Ты посмотри Как их там всех зажало Все в этом нормально Наваливают Ну да И Black King Bar У него сейчас закончится А может стоит подраться Ну кстати да Шторм уже фуловый Ну Баунтихантера нету Без треков не хотят Ну Ничего страшного Могли бы подраться Действительно Без БКБ СФ Много чего было потрачено Там бы Не было бы Но Не захотели Ну да ладно Отошли Айдел Знают они Может быть Получше Что надо делать Смотрим На самом деле Вот Ланцер Как-то очень Пассивную войну ведет Он даже никогда Не пытается Никаких саппортов Сгрызть Хотя Есть саппорт Который для него На два щелчка И Он пытается Выфармливать Шесть слотов Но в это же время И гирокоптер Выфармливает Свои шесть слотов Вот Баттерфляй Появляется у СФ А теперь уже Уже СФ Намного менее Уязвим для Ланцера Чем был допустим Пять минут назад Да и сейчас Тяжеловато пробить Сейчас очень тяжело Будет пробить То есть сейчас Нужно чтобы его Как-то кайтили Ой 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 Там дропнуло У нас Виверну И так Сойдет Дитка 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 Надеемся что это Коротковременное Дитка Что-то моего шторма В твиттере горит Что он там горит Говорит какая-то Порнуха сегодня Вместо доты А потом пишет Хотя нет Порнухи делают Чуть больше чем Две тычки В отличие от этой игры Что-то Майл Комментирует Что за игра Интересно Он тоже Квалификации На этот На АЕСЛ Азиатский Туррудь урюхи Что он кстати По графикам там Я смотрю То что все Было примерно на семи с половиной тысячи мы уже все отыгралось до пяти типов разница там в 5000 на 42 минуте она в принципе уже ну ничего толком не значит открыть там один артефакт это на тэнк спешил помпом 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 ну возвращайся к нам верно лети давай братан мы заждались тебя мы скучаем очень сильно но не ладно не очень сильно так немножко но если он долго не будет заходить то будем действительно долго сочетать скучать давай братан возвращайся нашла помпом 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 это самая любимая часть помимо фарма мою дочь сиделоза сделал такой пост у себя на сне вконтакте даже не смог не удержаться но я понимаю что это опечатка но сам факт читаю дословно мой хороший запустил сайт для общения и всех приглашает туда если вам понравится будем очень рады мой хороший я пишу дима мой хороший звучит очень опасно добавь хотя бы знакомый или друг что просто мой хороший после сетла можно конечно вернуться и называть всех ребят мои хорошие а о вернулся наш друг слава богу продолжаем смотреть дождались его как рассказал спасибо даже мы это все услышали ну и что будет ли близится к чему к своему завершению или тут выйдет все в жуткий жуткий лейт вот мне интересно мне вот почему-то кажется что нифига она не движется потому что лансер не особо хочет выигрывать доту ну вот точнее он не хочет не играть может он не знаю что он сейчас мкб должен собирать ну да без мкб тут никуда как бы или себе собрать да и там трисванов эвейджен у гирокоптера поэтому тут сто процентов да 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 без вариантов я думаю они об этом уже знают и понимает сейчас тнт что надо время что надо время чтобы это самое чтобы это самое мкб на фармить как бы это еще три косаря не так-то и мало денег как бы несмотря на то что он фантом лайнс или это 43 минута деньги фармятся не так уж и легко ну он где-то найдет я в него верю на сто процентов ну я не знаю мне не нравятся такие пассивные керри мне нравится агрессив да 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 поехали драться круто весело ну реально это смотрится это это прикольно и против этого тяжело воевать а когда ты долго ходишь думаешь и не понимаешь что происходит это так как то так себя ну да лансер как раз этим и занимался урон и выйдет все возможные драки и фармил ну ты выформил уже вот по факту посмотреть не ты выформил то есть они уже поздно демонейдж вот сейчас будет мкб хорошо появится мкб допустим ты начинаешь пробивать талисманов вэйджин но в это время у сф сейчас появится еще один слот скорее всего это будет либо мкб либо сатаник я не знаю ну тут вариантов у него тоже много у герокоптера до конца появится бутерфляя он будет наносить очень много демиджа твоим саппортом то есть и верно который окажется в радиусе флэккэнона она просто осыпется ну как не подставляться как ждать рошана нужно ждать рошана и сайгез пытаться заходить мы видим что шторм спирит будет собирать себе линкин сферу и это линка или же это будет какой-то именно явно это будет не лотус должна быть линка для того чтобы его было еще тяжелее заткнуть кстати шторма чтобы натолкнулся хотя это уже не развод на бкб потому что на 5 секундные на развод на кулбаум и все ну 45 секунд все равно от кулдауницы до следующей атаки это факт так что тут в принципе нечего париться нечего переживать 45 минут за нами это первая карта мачек закрешен противодел гигабайт и спорт чем же это закончится ну сейчас выйдет в лейт и это будет супер война мне кажется что если зайдет это реально в жестокий лейт то гирокоптер вместе с сэфом должны побеждать ну потому что гирокоптеру очень актуально собрать рапиру с сатаником а лансеру нет а какого-то контроля тотального гирокоптера там кроме ульты верны нету то есть его нечем зажать в станах там или не выпустить ульты верны это максимум если вы не разбираете его за ульты верны извините ребятушки поэтому выходит нажимает эту кнопку он фуловый а большая часть команды просто падает ну что подфармливает дальше здесь энчетов немножечко себе фантом лансер и есть у него уже мкб есть мкб есть тпшка еще в стэше понятное дело что надо будет делать потом тревела себе ну и слот будет еще один на какой-то условный бутерфляй потому что сейчас фантом лансер несмотря на его двадцать одну тысячу нетворса явно не смотрится по сравнению с гирокоптером которого даже меньше нетворса он не пойдет сейчас драться но идет фармить на байбек да да кстати вот гирокоптер не стоит забывать как ты считаешь гирокоптер то что купил он талисман оф эвейджин правильно ли это было сделано или стоило все-таки сначала дособирать сатаник а потом уже выходить или вот так вот нет талисман оф эвейджин вообще жестко дает 25 процентов клонению это как минимум каждая четвертая атака минимум то есть это плюс 25 процентов кхп а за эвейтинг может гораздо больше атак и важных поэтому нет талисман оф эвейджин он здесь заходит как нельзя лучше пока мкб не было он круто смотрел сейчас конечно трисман оф эвейджин это бабки на ветер потому что он ничего не дает против шторма дает шторм может много намисовать чек рошана рошанчика нет да ну будут его дожидаться однозначно ideal гигабайт не хотят они никуда не идти с сыром с эггисом все будет немножко конечно попроще тем более что у лансера есть слот на это дело как бы эээээ и можно будет попытаться что-то сделать если линка ну что-тоgendяв kunt что-то придумать можно Не скажешь сразу там конкретно что Но как-то не знаю Какой-то размен хороший Забрать какой-то Т2 Tower в миде Т2 Tower еще стоят Тут 3 Т2 Tower стоят Здесь 2 Т2 Tower Это 47 минута Насколько пассивная получается игра А мы вспоминаем первых 15 минут Когда там был просто лютейший экшен Нон-стоп лютейший экшен Ну помнишь слова Первые 15 минут в доте не считаются Вот они решили первые 15 минут оторваться А потом начать играть в свою доту Ну типа да Заход на Рошана В смаке Чек Рошана нет Сюда будут периодически прилетать По этому делу ракетки Аклака ПКД Потому что он боится отдавать Рошана Им там надо драться Вот там пошла ракетка Не спалили Сейчас должны цепануть вот эту троицу А боятся врываться под Т2 Правильно делают по сути Нафиг им это надо Ну что же Рошанчики Рошанчики Вот он Клакер спалился Нету еще Но он сейчас появится Вот он Упадет сейчас на голову Тут стоит Фростмаг Контролит процесс Ограр-чародей Ограр-чародей Ну так На русском он Ограр-чародей Бам Нету штурма вообще не будет Барбатца Клакер и украл И украл И украл И ушел Красава Мое было хорошо Он играет Т3 И он вгрызается в зомби А зомби это не такой толстый Зомби Зомби не успеет ничего сделать Он просто не успеет Сыр А где у него сыр У него сыр был? Да У него был сыр Неплохо Сырный зомби И это ничего ему не даст Он все равно убрет Лол Они его месили Здесь час Он схавал сыр Никто не пришел Лол И падают бараки Как сейчас все плохо Для экзокрэйшн У них нет и у кого ТП Как все плохо Еще и минус Скайросмаг Их очень мало осталось А там тем временем Цепляют у нас гирокоптер Ты посмотри Он пытается уйти Шторм за него Гирокоптер БКБ Но 5 секунд 3 2 1 Там Баратрума уже убили Гирокоптер без ничего Его поднимают в ветра И гирокоптера надо убивать Фантом лайнцер дерется С СФом Как разваливается Мать честная Как Как отдать Рошана И выиграть игру Я бы назвал Вот этот 2 минутный ролик Просто Охренеть 1 минута И все закончилось Причем так уныло Закончилось Ведали по факту Просто вот это Соло килл зомби Соло килл скаймага Соло килл Баратрума Гирокоптер летит пешком Ни у кого нет ТП Все бегут пешком Ой-ой-ой Айдиал и спортс Выигрывают эту игру Какая Не стандартная Игра Печаль Это у меня крипы Я не знаю что на самом деле Ждут сейчас Иксидены Они уже здесь не отыгрываются Против лансера Попытка зафокусить СФ Приходит сюда зомби Где лансер Лансер Отошел И делает отсюда просто ТП У него 8200 на руках Он тут же сейчас продает ПТГКВП Пишет Да Я понимаю что здесь сопротивляться Не имеет смысла Да Вот это да Вот это концовки Что-что От такой концовки Я от этого не ожидал Хо-хо-хо Да Это получилось довольно прикольно Ну что же Идеал Испортс 0-1 Повели в счете В этой серии Ну и Вторая игра Должна быть не менее интересной Ну если эта игра Вам была интересна И Я не знаю В принципе игра Нормальное уточнение сделаю Есть ли вам эта игра Была интересной Ну может Может она кому-то Была неинтересной Ладно В любом случае 1-0 в пользу Идеал Габайт Испортс И мы возвращаемся Через 5 минут На вторую карту Этого матча Не уходите